всем привет вы на канале папа мама мы из простой семьи сегодня мы расскажем вам как мы делаем кетчуп кетчуп делаем из помидоров перца добавлением перца болгарского лука и моркови как мы все это делаем мы сейчас вам все расскажем покажем так что смотрите не переключать если вы впервые на нашем канале подписывайтесь нажимайте на колокольчик не про не пропустите наше новое видео ну давайте посмотрим как мы делаем наш кетчуп на костре в казане от лука все щипит солнце глаза свете а что мы будем сейчас делать делать будем кетчуп в казане до часть короче кипятить будем в кастрюле а зажарку лук морковку и этот теперь перец до перед будет в этом в казане сейчас обжарим все зажарку потом закинем туда в томат томат уже у нас там на газу стоит выкипает до томатов много поэтому будем делать будем делать кетчуп вот короче лук сколько тут лука не знаю можешь килограмм полтора до два килограмма два лука будет килограмма три морковки будет и килограмма тренер а полтора перца полтора килограмма перца вот сейчас обжарим лук сначала потом закинем морковку с перцем все это протушим обжарим и потом закинем все посолим закинем все в томаты еще про варим чтобы выварилась оттуда вся влага ну как можно больше и потом по банкам разольем и будет кетчуп а ну да еще добавляем приправа для мяса до пару пачек на 20 литровую кастрюлю вот такого цвета у нас получился лучок золотистого сейчас мы сюда закидываем вот эту морковку закидываем вот закидываем морковочку сейчас это все обжарим морковки много подобряченка я масло еще надо для масла на 800 грамм мало вот надо будет масло дома да ну вот короче масло добавим все обжарим морковочку и добавим потом перец и все это протушим и потом унесем домой и дома покажем что там дальше и тоже все это помешиваем постоянно помешиваем потому что огонь большой надо чтобы оно было так вот равномерно все ужаривалось тушилось ужариваем чтобы влага выпаривалась как можно уменьшить чтоб как можно больше ваги выпарилась и то же время не сгорело поэтому постоянно помешиваем еще подсолим солим так на на глазок главное чтоб хорошо просолилась потому что потом все томаты все равно подсаливать придется это хозяйство а овощи должны быть хорошо солеными не знаю там некоторые говорят в конце можно посолить но я считаю что когда все отдельно соль что лук посолил потом морковку посолил добавил перец еще раз посолю она вкуснее ты получать почему-то сейчас еще обжарится морковочка чуть-чуть огонь побольше можно сделать и закинуть должен наверно перец можно закидывать я закину перец и пусть это вместе тушь вот зашкварчало видно что воды уже не было а перец закинул зашкварчало вода сок пошел пахнет уже пахнет вкусно это огонь убавился сейчас надо дровишек подкинуть вот такая вот зажарка у нас получилось морковка мягкая перчик мягкий все развалилась это все сейчас отправим в томатный бульон в томатный томатный соус как он там томат короче перетертый через мясорубку и доведем до кипения и по баночкам не будет у нас вкусный кетчуп с дымочком крышка сажа крышка груза сажа сказано мы выложили вот эту вот такую вот получается масло и сейчас добавляем в томат вот получается вот такой вот масса сейчас это все еще покипит часик и мы разложим все по баночкам ну вот сколько получилось было вот так вот в кастрюле ну вот столько вот выпарилась у нас жидкости и получилось вот такой вот густой сейчас мы это все разложим по баночкам закрутим крышечками и под одеяло чтобы они все прогрелись баночки банки мы не стерилизуем ну не знаю вот под кетчуп мы стерилизуем вроде бы стоят если какие-то другие консервы салаты с огурцами еще что-то те могут вздутся а это вроде бы нормально сейчас попробуем на соль и будем развивать по баночкам вот такие вот баночки у нас с кетчупом получаются если понравился рецепт ставьте палец вверх подписывайтесь на наш канал не забудьте нажать на колокольчик до новых встреч всем пока